Всем привет, дорогие друзья! Это канал SkyCrawler. Мы продолжаем Detroit Become Human. И в прошлой серии мы Хэнку подожгли пукан немножечко. Сейчас вот поехали на розыск AX400, точнее на расследование. Я так понял, что это Кэра. Давайте продолжать. 6 ноября 2038 года. Ну да, Кэра. Блин, клевая мадам. Реально клевая. Уже и разделась даже. Так, проверить. Так, сходим. А, очаг у нас. Так, еще. Давайте начнем потихоньку. Дрова, спички, все как полагается. Взять. А то у нас одни йогли остались. Так. Дождаться пока проснется Алиса. Не хочу. Так, что у нас здесь? Детройт Тодэй. Киберживность. Скоро откроется первый киберзоопарк. Средняя продолжительность жизни в США достигла 91 года. 94% мирового богатства в собственности у 0,4% населения мира. Что-то это мне напоминает. Оно уже сейчас так. Киберживность. Скоро откроется первый киберзоопарк. Киберлайф готовится открыть в Лос-Анджелесе первый киберзоопарк, где будут выставлены все экзотические виды животных, вымершие за последние 30 лет. В числе самых обсуждаемых экспонатов кожистые черепахи, полярные медведи, горные гориллы, африканские слоны и несколько пород тигров. Блин. Даниэла Карнеги, сотрудница отдела обслуживания клиентов Киберлайф, заявила, что зоопарк будет интересен людям всех возрастов, а его особая миссия – просветить молодое поколение и вдохновить его на борьбу за сохранение нашей хрупкой природы. Так вы и так уже все угробили. Так, скоро откроется БПП. Борцы за охрану окружающей среды утверждают, что такой зоопарк сделает общество равнодушным к гибели настоящих животных, и все же трудно не проникнуться энтузиазмом по поводу технологии, позволяющей воссоздать исчезнувшие виды. Самих животных пока еще не показывали публике, но в Киберлайф обещают, что они будут выглядеть правдоподобнее, чем настоящие. Несомненно, поездка в такой зоопарк станет идеальным отдыхом для всей семьи. Интересно, животные тоже станут девиантами? Так, стопе. Что-то тут у нас. Так, дождаться пока Алиса проснется. Так, пойдем сходим к полоумному. Ту-ту-ту-тей-тей-тей-тей-тей-тей-тей. О, а что за игра Out of this World? Ты тут, любезнейший? I am alive. Да никто же, блин, не спорит, что ты alive. Так, что у нас тут? Так. Стоп, положить обратно. Ну, это же этот наш. Урий. Птица мертвая. Так, птица, часы, деньги, выйти. Деньги. Спиздить? Конечно, спиздить. Так, часы. А пятишку-то лихо она так в карманец зажала. Птица мертвая. Птица, синица. Так, выйти. И сейчас он сзади нападет. Так, ну что ты, малая, встала, но... Не встала. Может, наверх поднимемся? Подстричь волосы. Симпатичная девочка. Очень симпатичная. Ну давай, милая. Ну что ты, как... Буратино, блядь, двигаешься. Да, управление, конечно, это звездец. Так, подстригем волосы, не? Так. А чем подстригать-то будем? Ничего ж нету. Посмотреть. Взять. Ой, давай. Ну, она даже так милая. Светлая, белая, черная. Давай ставим светлая. Вот. Совсем милая барышня. Так. Теперь мы уничтожим датчик. Эээ, ну, блядь, блядь, грёбанное управление. Ну, вот и всё. Теперь мы человек. И хер нас кто отличит. Так, а тут была... Куда, блядь? А, вон он стоит, этот. Он дроид. Пока это всё. Бои свободны. Патрульные сейчас спрашивают по округе, может, кто что видел. Хорошо, если что найду, дайте мне знать. А с этим что будешь делать? Без понятия. Так, там можно было отодвинуть Хэнк Симпатия. Она села на первый же автобус и доехала до конечной. Импульсивное решение под воздействием страха. Какой страх у андроида? Она девиант. Девиантов могут охватить эмоции, и тогда они действуют нелогично. Мне всё равно не ясно, куда она делась. Идти некуда. Побег не продуман. Она может быть рядом. Может. Я чувствую, нам сейчас придётся сваливать. Причём очень быстро сваливать. Ральф нашёл, чем покормить маленькую. Вот, гляди. Подарок. Ральф сейчас всё приготовит. Ральф, друг. Ральф знает, что люди едят. Жжёное мясо. Садись. Не стесняйся. Сейчас я чувствую, нам надо будет отсюда убегать. Да, лучше. Ральф очень старался найти хорошую еду для маменькой. И отказаться было бы невежливо. Правда? Сейчас. Будет вкусно. Ты за что бобра убил? Сволочь. О, у неё совсем крыша поехала. Что делать? Въёбывать отсюда. Что ты есть? Что говоришь? Что она очень хочет поесть. С большим удовольствием. Да, маленькой обязательно понравится. Ральф выбрал ей самого большого, самого лучшего. Мясо будет сочное. Сочное. Так, что-то сейчас будет. Сейчас, милый, мы с тобой, наверное, драться будем. Давай. Ешь. Жжёный бобёр. Так, он уже злится начинаешь. Ешь. Сейчас мы встанем и пойдём, Ральф. Нет. Вы никуда не уйдёте. Пока Ральф не разрешит. Ах ты пидор. Сумасшедший. Назад! Есть кто-нибудь? На ограде голубая кровь. Сюда приходил другой андроид. Так. Сейчас, кажется, побудет замес. И... И чё? Ах ты пиод. Не бойся. Я тебя не трону. Райф хотел как лучше. Хотел им помочь. Где она? Черным ходом убежала. Конор, что происходит? Она где-то здесь, сообщите. Куда она делась? Туда. Они побежали к станции. Я не хочу их задерживать. Охренеть! Вот дает! Ну, вот так вот. Итак, в бегах. Что мы пропустили? У нас было две возможности. Пропустили мы пипец сколько так. Ага. Тут целая ветка еще была с тремя этими. Ну, да. Надо было, конечно... Зато получили ачивку. Я дал им убежать по этическим соображениям. Я наорал на этого придурка конченого, который принес бобра за чем-то. Взял его, спалил в костре и заставил есть. Почти заставил есть девчонку. Вот. И я дал ему идти. Хотя, может, надо было, конечно, поговорить с ней, догнать ее и поговорить. Но тут же прибежал полицейский. Ладно. Все. До следующей серии, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok